Весь 2013 год команда разработчиков World of Tanks активно занималась улучшением проекта. Работы шли одновременно по нескольким направлениям. Настало время раскрыть подробности. В этом видео мы расскажем о том, как изменится физика игры. Создатель теории психоанализа Зигмун Фрейд считал, что страсть к разрушениям – это одно из нормальных свойств человеческой психики. И мы понимаем эту страсть, потому что мы сами такие же. И поэтому мы решили вывести систему разрушений на новый уровень. Больше года длились эксперименты. Все разрушаемые строения пришлось переделать заново. И теперь дома не просто переходят из одного состояния в другое. Они делают это красиво. Деревянные дома рассыпаются на бревна. Хижины разламываются на куски. Кирпичные стены трескаются по швам кладки. При разрушении здания одна из стен может отломиться целиком и разрушиться при ударе об землю на более мелкие части. Далее эти части могут взаимодействоваться с танком, и их можно снова разрушить. Мы попробовали разную детальность разрушения кирпичных домов. На большие куски, на маленькие, на смесь больших и маленьких кусков. Даже сделали модель, которая ломается буквально по кирпичику. Как будет разрушаться дом, зависит не только от материала стен, но и от снаряда, который в него попал. Бронебойный просто пробьет брешь. Фугасный разбросает куски взрыва. Дома бывают сложные, двухэтажные, например. Можно, например, выстрелить по первому этажу, он развалится, и следом за ним на него упадет второй этаж. Есть у нас объекты в игре, которые нельзя ломать по законам геймплея, они должны всегда оставаться. Но мы все равно делаем в них элементы, которые можно разрушить. Отстрелить балкон или выбить стекла. Все это стало возможным благодаря внедрению системы «Хавок». Ее используют в игровой индустрии и кино для создания спецэффектов. Естественно, что было решено применить этот инструмент не только для разрушения зданий. Мы решили пойти дальше. И снабдили танк физически корректным поведением. Теперь все элементы танка, такие как боковые щитки, цепи, антенны, естественно, раскачиваются и болтаются при движении. Во время активных боевых действий может их потеряться, например, пьетарани, или их могут отстрелить ему вражеские танки. Самые заметные изменения произошли с подвеской. Теперь катки, естественно, огибают неровности рельефа. Пожалуй, самым сложным танком был Т-26. У него сложная двухуровневая подвеска состоит из нескольких рычагов. У него довольно сложное поведение, но мы ее реализовали. После модернизации ходовой, несмотря на всю подвижность и правильность, в ее поведении все равно было что-то не то. Проблема оказалась в гусенице. Поведение гусеницами сделали своими силами, без использования сторонних инструментов. Теперь каждый индивидуальный элемент гусеницы отдельно просчитывается и анимируется. Работа над гусеницами продолжается. Следующая ступень — сделать так, чтобы они вели себя естественно не только во время движения, но и при сбитии, сполцали с катков, разматывались и так далее. С введением клиентской физики сбудется то, о чем так долго говорили игроки. В World of Tanks появится многоядерность. Havoc будет задействовать вычислительные мощности системы в полной мере. Владельцы не очень производительных машин смогут все это великолепие отключить. Но даже для них игра не останется прежней, потому что изменится не только клиентская физика, но и серверная. Работа над повышением достоверности поведения танка привели к созданию новой модели движителя. Она симулирует работу всего механизма — от сцепления до катков. В нее заложены даже характеристики механических потерь. Коробка передач переключается во время движения. Теперь поведение танков до мельчайших деталей повторяет реальные боевые машины. Там, конечно, станет вести себя немножко по-другому. То есть будет какой-то период привыкания. Но мы избавим игроков от технических сложностей, таких как переключение передач, плавное выжим сцепление и прочее. Это все будет делать наш автоматизированный мехвод. Усовершенствование физической модели движителя привело к интересному результату. Появилась возможность точнее моделировать взаимодействие танков с грунтом. В текущей физической модели гурты имеют только один параметр для настройки — это сопротивление качению, которое определяет, как быстро танк разгоняется на них, и передельную скорость. В новой физической системе точное моделирование танкового движителя позволяет учитывать гораздо больше параметров грунтов. К уже существующему сопротивлению качения добавятся сцепные свойства грунта, а также податливость грунта деформации. Это значит, что танк будет очень по-разному вести себя на разных типах грунтов. Разница будет чувствоваться во времени разгона, возможности пробуксовок и боковых заносов. Еще одним штрихом в картине большей реалистичности движения танков стало изменение системы работы рессор. В новой модели мы сделали коэффициент жесткости рессоров, зависящим от степени сжатия рессоров. Это означает, что при небольших сжатиях рессоры ведут себя достаточно плавно, позволяют без раскачения преодолевать мелкие неровности, ну а на больших препятствиях они уже ведут себя как жесткая подвеска. Благодаря изменениям серверной физики у танков наконец-то начнут отрываться башни. Первая проблема была в том, что у танков башни не было. Коллижен-модель представляла собой однородное тело. После того, как башню отделили, ее попробовали отрывать, просто придавая некий импульс. Она отлетала на десятки метров. Выглядела забавно, но абсолютно неестественно. Процесс усовершенствовали. Для того, чтобы башни отлетали по продоводобной траектории, нужно учесть множество факторов при задании начального импульса. В итоге мы пришли к тому, что мы учитываем объем внутританкового пространства, мы учитываем объем оставшегося боемкомплекта, при этом мы даже учитываем тип боемкомплекта. При отрыве башни ее крепление разрушается неравномерно по окружности, а в каких-то местах оно разрушается сильнее, в каких-то слабее. И начальная угловая скорость, то есть закручивание башни, оно как раз таки определяется тем, в каком месте крепление окажется слабее. После отрыва башня остается материальным телом с массой. Она может служить укрытием, может упасть и нанести урон, разрушить постройку или повредить танк. Может вообще его уничтожить, так что берегитесь летающих башен. Наработки по отрывающейся башне были реализованы еще в одном аспекте игры. Теперь игрок сможет передвигать разные объекты. Это будут грузовики, трамваи, вагоны, возможно даже сцепленные составы. Могут быть машины, если они достаточно большие. Отдельно хочется отметить поведение грузовиков. Это мелочь, но очень приятная. Для наших грузовиков мы сделали мягкую подвеску. Колеса подпружиниваются рессорами, передняя ось может менять направление. То есть, например, если вы каким-то образом изменили агентацию грузовика таким образом, что передняя ось изменила направление, и после этого оттолкнете его сзади, то грузовик сначала поедет по дуге, и только потом, после того, как передняя ось выровняется, поедет прямо. Пока что некоторые постройки на картах разрушить нельзя. Но есть вероятность, что ситуация изменится. Мы проводили секретные, тайные эксперименты. И у нас сейчас, в данный момент, есть технология, которая позволяет разрушать конструкции буквально по кубикам. И, наконец, последнее новшество, которое повлияет на поведение танков. Они станут переворачиваться. Хотя эта возможность была реализована очень давно, вместе с падениями со склонов. Но, к сожалению, контент был к этому немного не готов, кстати, к прогрессивной технологии. Поэтому мне пришлось поставить подпорку на 60 градусов, которая там запрещала переворачиваться. Но теперь, после того, как мы подготовим контент, эту подпорку я уберу, и они начнут переворачиваться. На этом всё. Мы рассказали только о самых важных и заметных изменениях физики World of Tanks. Следите за обновлениями. Вас ждёт ещё немало приятных сюрпризов. Удачи в бою! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова